Приветствую всех подписчиков и посетителей канала. Представляем вам Тони Родригеса. Добро пожаловать, Тони. Расскажи нам про миссии, которую выполняли на этом новом грузовом корабле. Макс Ван Лауэ. Да, обсуждение шло несколько дней, наконец они проголосовали за название. Мы надеялись, что будет какое-то крутое имя, но они решили, что он будет называться CCCSS Max von Laue. Всем из нас, кто работал в грузовом отсеке внизу, не понравилось это имя, но немцам очень понравилось. Мы летали повсюду. Были моменты, когда у нас был какой-то двигатель, я не знаю, были ли это порталы или двигатель, но был какой-то способ перемещения, когда после прибытия на место, все были дезориентированы, всех рвало, чувствовалось головокружение. Так как всех оценивали на продуктивность, 10 минут после этого прыжка не разрешалось начинать работу. Нужно было дождаться сигнала и только затем идти на работу. Я помню, что я всегда чувствовал себя отлично уже после пяти минут и был готов работать. Я ненавидел это пятиминутное ожидание, я уже хотел идти на работу. Мы не делали это часто, это было довольно редко, я думаю, это были какие-то порталы или какой-то странный двигатель, который мы использовали только в определенных случаях для торговли с определенными расами. Там была команда переговорщиков, команда на мостике. Парень, который возглавлял эту команду, был настоящим психопатом. Мы все время спорили с ним, он всегда считал, что у меня больше места в грузовом отсеке, а у меня всегда были точные цифры. Мы все время спорили, он был просто типичным социопатом, он не был хорошим человеком. Остальные команды и капитан был очень хорошим парнем, он старался делать всегда все, что правильно, он не был злым. Они, конечно, все были нереально высокомерными. Я уже говорил это другим людям, они технологически были более развиты, чем мы, но социально они были не более продвинуты, чем мы на земле. Их общество было, не развилось, ну, их все еще было рабство, что еще сказать. Мне посчастливилось побывать на поверхностях планет два раза. Я опишу это потом, я стараюсь рассказать быстрее. Я знаю, что у нас мало времени. Когда нам нужна была военная техника или оборудование, мы забирали ее с базы Диэк Гарси в Индийском океане. Причина, по которой я это помню, в том, что в бригаде было много людей из Европы. Ребята, с которыми я работал, были из Европы, и у нас была такая шутка, секунду, итальянское имя с испанской фамилией в Индийском океане. Это была такая присказка, вот куда мы отправляемся. Мы всегда смеялись над этим. Но там была большая база, и мы забирали оттуда грузы, военную технику в основном. Когда нам нужен был вертолет, например, мы забирали его там. Была одна миссия на планете где-то далеко, и их общество не знало о существовании инопланетян, как и наше. Поэтому все было секретно, мы вели секретные переговоры. Это даже было не их правительство, мы контактировали с какими-то людьми, у которых был какой-то товар, который был нам нужен. Я не знал, что это было. Нам нужно было подлететь в тихую, это была такая болотистая местность. Итак, мы отправились в Диего Гарсия сначала, и мы взяли оттуда Элкек, транспортник на воздушной подушке для морской пехоты. Но им пришлось кастомизировать его, чтобы он вошел в грузовой отсек корабля, и они разрезали его пополам. Вот судно, они разрезали его пополам, вырезали, я не знаю, два или три метра в середине, и сварили его снова вместе. С нами полетели два морпеха, и они знали, что им сотрут память после этого, что они не запомнят эту поездку. Но они полетели с нами, чтобы управлять им на месте и помочь в случае, если что-то сломается. И меня взяли в эту поездку на планету. В том месяце я хорошо поработал, и мне дали награду в виде возможности спуститься на планету. Мы приземлились, судно выехало, мы все вместе были на нем, это была болотистая местность, было пасмурно, поэтому я не видел небо в тот момент. Но я сидел в кабине впереди и видел болото перед собой, и они сказали, что если попасть в воду, то ты тут же умрешь. Вода была ядовитой для нас. Из болота торчали мертвые деревья, и на большинстве были такие паутины или сетки, знаешь, как черви или гусеницы, которые появляются на севере и на юге. У нас в Мичигане это есть, когда дерево покрывается паутиной какой-то червь или гусеницей. Они все были такие, мертвые деревья, и было несколько живых, из которых торчали такие странные спиралевидные листья. Они были розоватого цвета. Когда мы прибыли наконец на сушу, и поездка заняла где-то минут 40, когда мы вышли на сушу, парень, инопланетян, который встречал нас, его можно проще всего описать как крысу. Он выглядел как крыса, у него был хвост, он был очень маленький, он, наверное, весил меньше 40 килограмм. У нас были электронные переводчики, которые переводили во время переговоров, и у него был очень необычный диалект, на котором он говорил. Поэтому даже переводчик переводил его нечетко, и его речь звучала очень странно для нас. То есть знаете, когда кто-то, кто не очень хорошо говорит на вашем языке, разговаривает с вами. И это звучало странно. И каждый раз, когда он отлучался, немцы прикалывались над ним. Они были засранцами в этом смысле. Я помню, что он мне понравился, и я был впечатлен. Я помню, как они говорили, что это какой-то дурачок, и что если сделка того стоит, то они возьмут товар. У меня была версия стеклянного планшета, на котором стояла только одна программа. Я делал расчеты на ней, сколько товара мы сможем обменять на это судно, и сколько войдет на борт нашего корабля. Это все, что я сделал. Я сделал все это за пять минут. Похоже, сделка не состоялась. Мы ничего не обменяли в итоге. Но это была одна из миссий за пределами корабля, и это очень запомнилось. Я хорошо провел время. Поговорил с морпехом и пообщался с другими людьми ко мне. Относились лучше, чем обычно. Это была работа выше, чем та, что я обычно делал. Ко мне отнеслись с уважением в тот день, поэтому это было круто. Позже, я знаю, еще много чего можно рассказать, но мне скоро на самолет, поэтому перейдем к окончанию. Ближе к концу моей службы мы заключили одну сделку. Все были рады. Мы очень редко летали в какие-то системы, близкие к Земле. Ведь даже на звезды, которые видны с Земли, они сказали, что меньше одного процента наших рейсов были на звезды, которые можно было увидеть с Земли по ночам. Мы всегда летали дальше, чем эти звезды. Наконец, у нас была такая шутка. Где мы находимся на Плеядах? Куда этот груз поедет? На Плеяды. Это был прикол и место, куда мы всегда летали по умолчанию. Наконец, мы заключили с кем-то сделку в системе Плеяд. Мы все радовались и говорили, дай пять. Наконец, спустя столько времени мы отправляемся на Плеяды. Мы прибыли туда и местные люди отказались от нашей команды переговорщиков. Помните, я говорил про того парня, психопата? Они сказали, чтобы его ноги не было на их планете. Они взяли девушек с корабля. Наверное, они как-то психически сканировали команду корабля и выбрали людей, с которыми они хотят разговаривать. Они взяли капитана, девушек и пару парней из команды. Им позволили пройти в город. И когда вернулись, они все сказали, что это было потрясающее, фантастическое место. Я видел только кусочек с места разгрузки. Я спустился туда и посмотрел наружу. И там была огромная площадка, похожая на стоянку для машин, но сделана из каменных плит, примерно 6 на 6 метров. Они блестели, они были очень красивые. Дальше я видел дорогу и деревья, и это были джунгли. Это была местность с джунглями. Когда они вернулись, они сказали, что это были майя, что это был народ майя, и это совпадает с тем, что сейчас говорят другие инсайдеры. Они сказали, что это были майя, и что мы договорились купить у них какие-то технологии в обмен на какую-то фармацевтическую продукцию. В течение следующего месяца мы отвезли им больше груза, чем кому-либо другому. Эта сделка была нашим высшим приоритетом. Мы отвезли им больше всего груза. Я помню, как я подходил к своему компьютерному терминалу утром с кофе в руках. Там было столько коробок, что я едва мог встать рядом со своим терминалом. То есть так много мы им отвозили. Мы просто засыпали их всем, что могли им дать. И в начале моего срока службы в Перу, кажется, я не упоминал это, но причина, по которой я работал на том самолете, была в том, что мы перевозили грузы с кокаином тогда из Перу в Колумбию. И такой самолет они потеряли однажды в плохой погоде. И в одном из наших грузов на Плеяды, не в большом количестве, но упаковка была похожая, поэтому я заглянул. Я знал, что любая продвинутая цивилизация, четвертая плотность, пятая плотность или какой они там были, такой цивилизации не нужен будет кокаин. Именно после этой партии нас просто отрезали. Все сорвалось. Они отменили сделку и не дали нам никаких технологий в обмен. Мы отвезли им, наверное, многие тонны товаров. И на следующий день рейс отменили, мы не пошли на работу в тот день, затем мы поехали на встречу с... Мы отправились на Юпитер и вошли в место, где, когда залетаешь туда, не было видно никаких звезд, все было черным вокруг. Там было металлическое здание базу. Все, кто был на совещании из команды, пошли туда. Там был длинный коридор, и там был высокий рептилоид в балахоне. Почти белого цвета, но скорее такой бледно-розовый. С коричневатым, но это была белая особь. Был высокий рептилоид с длинной мордой. Он завел нас. До этого один из парней из команды спросил меня, знаешь, почему ты здесь? Я сказал, нет, он ответил, мы привезли тебя сюда, чтобы ты умер. Потому что у них есть привычка делать такое заявление, убивая кого-то из команды. Я немного испугался, но у меня было ощущение, что я не умру. То есть я чувствовал себя нормально в тот период жизни, и я думаю, зачем бы им понадобилось убивать меня. Итак, мы зашли туда, и птилоид, который впустил нас, зашел в какую-то комнату, затем вышел и сказал, только вы трое. Он забрал капитана, корвет капитана, еще кого-то. Я забыл звание, наверное, командира корабля. Они зашли, и когда вышли, капитан был в истерике. Они вынесли его под руки. У него были слезы, он плакал, он весь трясся, и он не мог идти сам. Он не мог говорить, они сказали, пошли убираемся отсюда как можно быстрее. Мы пошли на корабль, и с этого момента, примерно две недели, мы летали только в Солнечной системе. Мы делали полный рейс целый день, и забирая только пару грузовиков, груза, наверное, объемом. Нас отстранили, по сути. И затем, через несколько недель, мы отправились на базу Диагарси. Мы ждали там. Наш груз задерживался. Поэтому мы зарулили Черепаший залив на острове, открыли люк большого грузового отсека, и нам разрешили выйти поплавать в океане. Он называется Черепашья бухта или Черепаший залив. Я не пошел, но я помню, как смотрел из отсека, там были девушки с корабля, они говорили, давай-давай, спускайся, поплаваем. Я решил не ходить, потому что я знал, что мне нужно будет загружать какой-то важный груз скоро. Так мне сказали. Итак, мы ждали часа четыре, и пока не придет груз, он ехал из Китая или Малайзии, или оттуда. Мы вернулись и загрузили груз. И мне дали инструкции на случай радиационного заражения. И мы такие, что это такое? Потом мы вернулись на ЦРРУ, и им понадобилось три дня, чтобы модифицировать корабль, как они сказали. И во время совещания перед рейсом, они сказали мне, что поскольку я прошел сертификацию на кране, им нужно будет прокрутить механизм, чтобы эти ракеты, это были ядерные ракеты, могли вылететь, и что мы уже потратили достаточно денег, поэтому нам не дадут новых ракет, и что мы должны будем использовать устаревшие ядерные крылатые ракеты с Земли. Что мы уже и так потратили много денег, что нам дадут самые дешевые ракеты, которые мы могли найти, вместо новых. Поскольку я мог управлять краном, эти ракеты были в таком кассетном барабане, который вращался, и все это высовывалось из грузового отсека. Когда они запускались, я должен был нажать пару кнопок, чтобы кран провернул кассету. И мы все знали, что это неправильно, мы спустились вниз, все работали на корабле в тот день, никуда не летали. Все сказали, что если мы будем стрелять ядерными ракетами по продвинутой цивилизации, то откажутся делать это. Все, с кем я работал, говорили, я откажусь работать. На следующее утро на совещании я поднял руку и сказал, что никто не хочет это сделать, и они сказали, расслабься, мы просто хотим показать им силу, они должны нам, они должны заплатить нам, мы просто хотим показать им, что мы не спустим это с рук, это все, никто не пострадает. Мы прибыли туда, и поступила команда, я слышал, как за стеной открылся люк, вокруг была турбулентность, мы были в атмосфере, и поступила команда стрелять. Было слышно, как ракета вылетала, можно было слышно, как ракетный двигатель заводился, и ракета вылетала. И затем команда поступила, я не сделал этого, я был в ужасе. И я не знаю, что это было, стреляли ли мы по их городам, или мы стреляли над городами. Я понятия не имею, это был очень травмирующий опыт. Но я отказался, и они говорили со мной по связи, давай быстрее. Они называли меня Горустет, это была моя кличка, они говорили, Горустет, вращай кассету. Чего ты ждешь, что с тобой? Я просто стоял там, и все. Все, что мне нужно было сделать, нажать на одну кнопку. Но я не мог сделать этого. И они включили электрошок на моем мошеннике. Контроль сознания был таким, что как только меня били током, я делал все, что мне говорили. Это работало очень хорошо. Так они шокировали меня, и оставили шокер включенным. Я нажал на кнопку, и мы выпустили в них все, что у нас было. И после этого меня понизили. Я потерял свою должность, я работал в грузовом отсеке, они дали мне самую тяжелую работу, которая была в грузовом отсеке. Я просто вручную таскал коробки, складывал их. Кажется, я проработал так 6 или 8 месяцев, и это было концом моих 20 лет. Когда офицер проводил меня до корабля, который отвез меня обратно, он сказал, это было не твое дело. Во что мы там стреляли, ты понятия не имел, что мы делали, ты должен был просто сделать то, что тебе сказали. Он сказал, возвращайся обратно в свою жизнь, жидись на хорошей немецкой девушке, заведи семью и детей. Он сказал, ты все равно ничего не будешь помнить из этого. Я хотел помнить, у меня была девушка там, и я любил ее. Весь полет обратно, мы летели на диске, и я ходил туда-сюда, говоря, я не забуду это, я не забуду это. Я так и не попрощался с ней, потому что когда меня понизили, я снова стал заключенным. Я сопротивлялся весь процесс. По-моему, когда я вернулся на лунную базу, я сопротивлялся как мог, потому что знал, что они не могли не убить меня, они должны были вернуть меня, и что они не могли не держать меня в тюрьме, не наказать меня. Я знал, что у них было расписание, поэтому я специально бойкотировал их. Они говорили, сядь на операционный стол. Я сказал, нет, ты придурок, вы все придурки. Вся эта процедура была очень травматичная для меня. Регрессия возраста была такой же, как я описал Кори. Я лежал на медицинском столе, они обложили меня чем-то, делали мне эти болезненные уколы. Я должен был лежать без движения несколько недель. И в конце я помню, как я весь затрясся, как будто меня били током. Следующее, что я увидел, у меня снова было 9 лет, и я лежал на столе, и рядом стоял рептилоид и серый. Я оказался там, где все началось. И они спросили меня, помни ли я что-то? И я не помнил тогда ничего уже. Они засмеялись, говорили, ага, конечно. Потому что все время я говорил, я буду помнить, я буду помнить. И тогда они сказали, ладно, он ничего не помнит. И тогда они сказали, ладно, он ничего не помнит. И засмеялись надо мной. Я разозлился. Моя мама дала мне религиозную подготовку, и я сказал, «Во имя Иисуса, я буду помнить все это». Я злился на них, я был ребенком уже. И они все остановились и смотрели. И один из них смотрел на временные линии на мониторе. У него был такой серый с длинной шеей. Он работал на компьютере на стене, и он сказал, «Ребята, вы облажались». Тогда они взяли меня и подключили к другому интерфейсу в другой комнате. Это был искусственный интеллект. На одном экране мне показывали кровавые убийства, травмирующие видео, как людей разрубали. Съемка от первого лица, женщины, детей рубили мачете и так далее. И они показывали меня, и я такой, «А-а-а». В этот момент я снова уже был ребенком. Затем другой экран подъехал к моему лицу, и я почувствовал, как меня бьет током, и это был искусственный интеллект. И в этот момент я отключился. Я не знаю, что они запрограммировали меня и что они делали. Я проснулся на следующее утро в своей кровати, сел завтракать со своей сестрой и родителями. У меня было ощущение, что я не видел целую вечность. Я сказал им, «Я не видел вас в целую вечность, ребята, это нереально». И моя сестра сказала, «Не говори глупости». Ей было пять лет, и она доставала меня тогда. Она говорит... Она сказала, «Не говори ерунды, мы виделись вчера вечером». Я сказал, «Я не видел вас так много лет». Я пошел в школу в этот день, и когда я попросился в туалет, я забыл, где был туалет. Я поднял руку, сказав, «Можно выйти в туалет?» Она сказала, «Да». Я ответил, «Можете сказать мне, где он?» Весь класс засмеялся надо мной, и они спрашивали, что со мной не так. Моя учительница позвонила домой и сказала, что у меня была амнезия. Спрашивала, не ударялся ли я головой накануне. По-моему, у меня здесь были какие-то отметины или раны на шее. Я вернулся в свою жизнь. И с тех пор у меня были проблемы из-за этого. Были моменты, когда я не мог вписаться в жизнь. У меня были эмоциональные проблемы, проблемы в взаимоотношениях. Я не вписывался в свое окружение. Я не мог понять, почему. И когда воспоминания вернулись, основная их часть, у меня всегда были какие-то странные воспоминания, как я был в космосе, о полетах, как я смотрел на Гейзер, на Церерий, как я смотрел на Трапецию Ориона. Мы летали туда. Воспоминания того, как я был с друзьями. Были воспоминания о сексе. Я был ребенком. Но когда я наконец... Я всегда говорил себе, что это был сон. Я не мог понять, когда я мог делать все эти вещи. Потому что у меня все еще были воспоминания о нормальной жизни. Когда я узнал о регрессии возраста, мне все стало понятно. Я пытался вычислить все это, но я не знал ни о перемещениях во времени, регрессии возраста. И когда я осознал все это, тогда все эти воспоминания соединились, и все стало ясно. И это очень помогло мне решить многие проблемы, которые я носил в себе. Есть еще так много, о чем мы можем поговорить, но у нас просто сейчас нет времени. Мне нужно идти, у меня самолет скоро. Я надеюсь, что все это будет записано. Я хочу помочь с раскрытием. Но все это было реально. Все эти места на Земле, где я никогда не был в этой жизни, но был в программе, я нашел их, они реально. Все это действительно произошло. Спасибо, Тони. Это только начало. Я ожидаю больше информации от тебя. Я знаю, что ты пишешь книгу. Я знаю, что ты откроешь больше. Я хочу поблагодарить тебя за смелость говорить об этом публично и открыть правду. Я знаю, что это вдохновит многих других сделать то же самое. Спасибо большое. Спасибо, доктор Салов. Вы очень помогли. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok